МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! 31 мая во всем мире прощаются с сигаретами. Провожали их в последний путь и в краевой столице. В Краснодаре прошел так называемый вредпарад. Так на Кубани отмечают день отказа от курения. А в эфире телекомпании Крымский экран в этот последний весенний день в эфир выходят главные новости Крымского района. Чем запомнилась уходящая неделя корреспондентам и операторам телекомпании в ближайшие полчаса расскажем я, Наталья Харламова и мои коллеги. И вот лишь некоторые темы выпускаю. Репетиторство по новому закону. Занятия не отменят, но регламентируют. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Тройное убийство в Крымском районе. Почтовый беспредел. В Крымске никто не стучится в дверь с толстой сумкой на ремне. Открыта книга жалоб на крымском экране. Репетиторство по новому закону. Занятия не отменят, но упорядочат. Об этом и не только. Кубанским журналистам сообщила министр образования и науки. 30 вопросов и 30 ответов звучали на брифинге в краевой столице. О некоторых из них в первом материале моих коллег. Министр образования и науки Краснодарского края Наталья Наумова ответила на вопросы кубанских журналистов. Встречу в формате пресс-кафе в краевой столице организовало Краснодарское краевое отделение Союза журналистов России. Здесь за круглым столом собрались лучшие СМИ. Это 35 представителей федеральных, краевых, городских и районных газет, телекомпаний, а также информационных порталов. Крымский экран представляла генеральный директор Виктория Чумакова. По словам Наумовой, образование – это самая многочисленная отрасль, которая постоянно меняется и получает беспрецедентную поддержку от краевых властей. Беседа же о системе общего образования началась с ЕГЭ. Досрочный этап уже успешно прошли 32 выпускника. Это спортсмены, которые выехали на соревнования. В основной волне, что началась с русского языка, участвуют около 24 тысяч 11-классников и 2,5 тысячи выпускников прошлых лет. Девять из них удалили с первого экзамена за шпаргалки. В этом списке и Крымск. Это учащиеся, которые позволили себе пользоваться справочным материалом или телефоном. То есть 9 человек, я скажу, что на 24 тысячи выпускников, которые писали именно вчера, это не очень большого количества. ЕГЭ выпускники сдают, как говорится, в прямом эфире. В каждой аудитории установлены две видеокамеры. Все записи отправят в Москву. Белый верх, темный низ или неяркая клетка – такой будет единая форма кубанских школьников. Тему о введении школьной формы с 1 сентября подняли не только «Крымский экран», но и другие журналисты. Ведь с начала нового учебного года вступает в силу новый закон об образовании. Он и предусматривает дресс-код. В министерстве утвердили единое требование к нему, но последнее слово за школой и родителями. Это полностью полномочия общественных родительских советов в школе. Это полномочия управляющих советов, если они созданы в школе. Это пример, когда решение о внешнем виде школьников и какая это будет форма принимается внутри каждого образовательного учреждения, совместно учителя, директор, родительская общественность. Программа модернизации, которая существует уже третий год, помогла направить на решение насущных проблем школ и детсадов около 2 миллионов рублей из федеральной казны и 300 миллионов из краевой. На эти средства заменили окна, установили интерактивные доски, закупили компьютеры. И теперь, если в других регионах один компьютер приходится на 12 учеников, на Кубани на 7-8. А уже скоро для учителей русского и математики приобретут ноутбуки, а для школ более миллиона учебников. Модернизация краевой системы дополнительного образования, в учреждениях которой занимаются около 400 тысяч кубанцев, вопрос ближайшего будущего. В этом году СДО отмечает 95-летие. На ее нужды было направлено 15 миллионов рублей. В следующем сумму планируют увеличить до 50 миллионов. В школу приходят молодые специалисты. Это положительная тенденция – победа учителей. Впервые за последние годы в педагогические вузы вырос конкурс. В планах на ближайшую перспективу – рост заработной платы. Планово мы работаем. Следующий этап – большое повышение заработной платы. Поручение нашего губернатора пройдет у нас 1 сентября. Задачей стоит средняя заработная плата педагогов. 27 тысяч рублей у нас сейчас средства эти доведены. Они все будут направлены в муниципалитеты уже в рамках 2-го и 3-го квартала. И уровень заработной платы наших работников дошкольного образования – это педагогические работники, дошкольники, система доп. образования и профессионального образования, система ОСО. В среднем до 20 тысяч рублей. Эти задачи все выполнимы. Они находятся на контроле, на эти цифры. Для репетиторов тоже вступил в силу новый закон. С 1 сентября им запретят заниматься со своими учениками. Контролировать исполнение этого новшества будут муниципалитеты и руководство школ. Об этом говорит министр. А вот слухи о том, что образования будут платным, она опровергла. В ходе встречи журналисты задали больше 30 вопросов. Они касались различных сфер огромной отрасли. И ни один из них Наталья Наумова не оставила без содержательного ответа, обещая в таком составе встречаться чаще. Юрий Тамразов, Марина Андрес, Владимир Попов. Новости 24. Крымск. Проводы и весны в Крымске надолго запомнятся жителям самого отдаленного микрорайона. В последний весенний день к ним прибыл большой десант медицинских работников и представители различных социальных служб. Эта социальная акция многим помогла решить важные вопросы. Алина Руденко встретилась с ее участниками и выяснила подробности. Сохраняй здоровье, умножай успех. В парке 2-го отделения опытной селекционной станции города Крымска прошел День здоровья. Проверить свое самочувствие пришли 78 крымчан. Эти акции проводятся по инициативе администрации Крымского района и находятся под патронажем Краевой администрации. То есть это программа краевая, губернаторская. В рамках программы «Будьте здоровы» мы проводим выездные медицинские мероприятия по обследованию людей, которым достаточно сложно добраться до стационарных подразделений, лечебных подразделений Крымского района. Это центральная районная больница и поликлиника. Хожу, оповещаю людей, потому что люди, кто-то на работе, кто-то уехал в город по каким-то делам. Поэтому нужно максимально собрать людей, чтобы приехали работники не зря к нам. Жители микрорайона, как говорится, не отходя от дома, проходили медицинское обследование и консультировались у районных врачей – мамолога, онколога, кардиолога, эндокринолога и других. В результате обследования и консультации отклонений в здоровье выявили у 62 участников акции. Большинство из них отправлено на лечение в стационар. «Сахар прекрасно. Как раз здесь мой врач, Светлана Васильевна, мы с ней очень довольны общими усилиями. Мы в норму привели все. И вот все врачи, не все же могут выехать. Тем более пенсионеры, вот они пришли и кардиограмму сделали, и сахар сдали, и все. И они себя чувствуют нужными». «Прошел кардиограмму, терапевта прошел. Сахар, кровь сдали, повышен, и сахар. Ну так, вроде бы ничего, все нормально». Не обходили стороной здоровительный пункт и работники коммунальных служб. Без очередей на свежем воздухе квалифицированную медицинскую и социальную помощь в этот день могли получить все желающие. «Сегодняшнее мероприятие очень полезное. По врачам я лет 15 не была. Даже терапевта своего, не знаю, первый раз вот здесь увидела. ЭКГ ребенку сделать. Он у нас с пороком сердца, ЭКГ надо сделать. В город не хочется ехать, поэтому решили сюда прийти. А с детьми, ну сами видите, у меня маленький ребенок, плюс еще ребенок нездоровый. Тоже на маршрутке выехать, мне тяжело. Только на своем транспорте. Поэтому такие мероприятия очень нужны». К тяжелым больным врачи выезжали на дом. В зависимости от проблем со здоровьем пациентов навещали узкие специалисты. По словам главного врача, в ближайшее время здесь планируется строительство кабинета врача общей практики. Алина Руденко, Анатолий Мажухин, Новости, 24 Крымск. К другим темам. К сожалению, уходящая неделя запомнится и трагическими событиями. В небе над Крымским районом оборвалась жизнь летчика. Самолет упал в полях Мерчанского сельского поселения. На месте трагедии побывали Юрий Тамразов и Анатолий Мажухин. В 8.48 утра. По предварительным данным, именно в это время на территории Мерчанского сельского поселения Крымского района произошла авария. Легкомоторный самолет модели БКС под управлением летчика Погодина Алексея зацепился за высоковольтную линию. От напряжения более чем 220 тысяч вольт летчик скончался. «Он упал, он зацепился за провод. Он пролетел, или током убило, или я не знаю, но в момент пролета и шелкнула линия». Очевидец происшествия – мужчина. Он и вызвал к месту крушения службы скорой помощи МЧС. А вот от комментариев свидетель отказался. Однако, со слов его товарища, одной из причин может быть некачественное топливо. «Так он сказал, что вот заправился, я сидел там, он вылетел, вроде как работал, работал, но в раз, и мотор не работал. Я на машине приехал, лежит». Что стало причиной крушения? Некачественное топливо, человеческий фактор или неисправность ЛЭП? Вопросов много. Однако, четкий ответ будет получен только после завершения следствия. «По результатам расследования будет уже известно, в связи с чем произошло крушение данного судна». «Про самого летчика что-нибудь следствию известно на данный момент?» «Ну, личность его установлена. Он является арендатором судна. Больше никакой информации сказать не можем». Как бы то ни было, у правоохранителей уже есть первые результаты работы и первые зацепки. «Очевидцы устанавливаются. Сотрудники полиции их, по моей информации, уже установили». Юрий Тамразов, Анатолий Мажухин, Новости 24, Крымск. В станице Нижнебаканской фундамент дружбы народов дал трещину. Между строителями произошла поножовщина. А в Троицком сельском поселении произошло громкое убийство. Здесь преступник лишил жизни сразу трех человек. Маленькому четырехлетнему ребенку чудом удалось спасти. Благодаря девочке полицейские оперативно узнали о преступлении, и Следственный комитет раскрыл его по горячим следам. Другие подробности прямо сейчас. Станица Троицкая вновь в центре внимания правоохранителей. На этот раз на улице Садова Кубанской убиты трое, чета пенсионеров Головко и их внучка. Убийца, 27-летний армянин, задержан. Он уже начал давать показания, и, как он сам признается, убийство он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Однако на этом убийца не остановился. Демон алкоголя продолжал делать свое дело. После совершения убийства злоумышленник поджег домовладения с целью скрыть следы преступления. Однако вовремя удалось потушить, локализовать пожар, в связи с чем эти обстоятельства были доступны. За свою долгую жизнь супруги Федоренко заслужили исключительную репутацию. Добрые, отзывчивые люди. Федорович вообще был хорошим. Всегда мы переехали, нам помогали. Ремонт делали. Тут мы и цемент привозили, помогал. Дед больной был. И доски. Да вообще нормальные люди и все, хорошие. Подозреваемый в убийстве, житель станицы Троицкой, задержан. Возбуждено уголовное дело. Вот только погибших это обстоятельство уже не вернет. Мне не жалко, я их не могу. Дожиться до такого времени и уничтожить. Стоит ли говорить о национальной вражде? На этот вопрос сможет ответить лишь следствие. Однако пока съемочная группа находилась на территории поселения, пришла еще одна трагическая весть. Новое убийство. На этот раз от удара ножа скончался гражданин Узбекистана. Вновь Троицкая. Юрий Тамразов, Владимир Попов, Владислав Соломко. Новости 24 Крымск. Почтовый беспредел. Если говорить строками известного детского стихотворения, то получится примерно так. В Крымске никто не стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне. А в некоторых домах городских улиц почтальон редкий гость. С такой жалобой к нам на студию обратились наши телезрители. Кстати, телекомпания «Крымский экран» открыла книгу жалоб. Звоните по телефону 208-18. Обращайтесь. Давайте вместе будем решать ваши проблемы. А сегодня в нашей книге жалоб расписались пострадавшие от почтовых служб. Почтовый беспредел. 82-летняя жительница города Крымска сама ходит в отделение почтовой связи за прессой, которую раз в неделю должна получать, но не получает. За изданием российской газеты Елена Ефремовна регулярно приходит на почту, потому как федеральные новости ей хочется читать своевременно. Ну не ходят они, вообще не ходят. Газеты не приносят. Вот перевод лежал с 10-го числа, а я уже пришла, два раза приходила, на третий получила. Раиса Егора навсегда с тревогой и замиранием сердца смотрит в почтовый ящик в ожидании заветного извещения. Из народного суда она уже более полугода ждёт решения. По делу затопления дома в ночь 7 на 8 июля 2012 года. Извещение суда приходило неоднократно, однако почтальоны не спешили доставить его до адресата. Прислали нам это письмо, мы ждали, ждали, прислали поздним числом и бросили в ящик. Я ходила разбираться, никому, нигде, никто ничего не может нам сказать. Вот так, повторно подавали. Это не почта, это я не знаю. Мы теперь каждый день сами ходим на почту, каждый день проверяем всё. Не знаю, как дальше будет, не знаю. А Анатолию Ермолаеву сегодня повезло. В очередь он просидел всего 15 минут. Обычно, чтобы заплатить коммуналку, приходится выстаивать часами. У них работников мало, поэтому так и получается. И часто вы в очереди сидите? Всё время. Обратная почтовая связь в случае с жителями районного центра не работает. Для крымчан это значит быть оторванными от внешнего мира. Поэтому для многих жителей остаётся непонятным, по каким критериям работа Центрального почтового отделения связи накануне удостоилась звания лучшего в Южном и Северокавказском федеральных округах. Ну, за что им платить? То есть, не обоснованно они? Ну, я не знаю, как если по домам они не ходят. Клиенты Центрального почтового отделения недоумевают. Такого равнодушного отношения к себе давно не видели. Ощущение, будто почтальонам и вовсе наплевать на свою работу. Я когда обратилась к почтальону, почему это я такая разноска? Он говорит, а вы будете работать за 6 тысяч на два участка? Вот вся история. Конкурс профессионального мастерства, что проходил в Краснодаре, был призван активизировать работу почтовиков к достижению высоких результатов в обслуживании клиентов. Самые честные и беспристрастные судьи. Ежедневные клиенты уверены в том, что победа крымскому отделению была дана авансом. Кто и за что его выдал? Может быть, теперь письма и газеты будут приходить вовремя. Но пока, увы, как говорится, ВОЗ и ныне там. Алина Руденко, Владислав Соломко, Новости, 24 Крымск. Не дня на отдых. Аварийный спасательный отряд города Крымска вот уже 10 лет спешит на помощь. Сегодня сотрудники МЧС принимают поздравления с юбилеем. Уважаемые ветераны, присутствующие, разрешите собрание, посвященное 10-й годовщине, со дня образования нашего учреждения считать открытым. 10 лет на чеку. Крымские спасатели отмечают день рождения. В стенах администрации Крымского района звучат аплодисменты. Ветераны службы, рядовые сотрудники принимают поздравления высоких гостей. Со дня образования спасательного отряда Крымска сегодня 10 лет. Уважаемый Валентин Валентинович, сердечно поздравляем вас и всех сотрудников замечательной датой в 10-летнем со дня образования Управления по предупреждению всеизвечательных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымского района. За годы своего существования Управления прошло путь становления развития и совершенствования структуры. От слов перешли к делу. Андрей Лопатин, заместитель главы района, вручил памятный кубок, обозначил перспективы развития учреждения ГОИЧС. Материальную базу у Анатолия Владимировича мы общались, у нас есть перспективы, чтобы она укреплялась в Управлении и мы разговаривались. Так что с праздником, с юбилеем вас! Любая организация – это в первую очередь очень сплоченный коллектив. Труд крымских спасателей, которые не раз доказывали свой профессионализм на деле, не остался без внимания. Крымску есть чем гордиться. Спасательный отряд районного значения имеет уникальный опыт, и ему нет аналогов на территории края. У нас, у первых, будем так говорить, в крае, был создан спасательный отряд. Поэтому я, например, испытываю гордость, что такой отряд есть. Ключевые слова сказаны. Остается только присоединиться к пожеланиям в адрес тех людей, от профессионализма которых зависят наши жизни. Юрий Тамразов, Владислав Соломко, Новости 24, Крымск. Еще один учебный год ушел в историю. Во всех российских школах прозвучали последние звонки. Какими они запомнятся юным крымчанам, смотрите в нашем следующем материале. Цветы, белые банты, школьная форма, строгие костюмы, последняя школьная линейка и последний школьный звонок. В этот раз в Крымском районе прощались с детством 498 юношей и девушек. В городской шестой школе последний звонок слушали 45 выпускников. Сценарий этого праздника не меняется на протяжении многих лет. Традиционно своих возрослевших учеников ведут на линейку «Классные мамы». В этом учебном году коллектив шестой школы многого добился. Их воспитанники своими победами прославили Крымский район и на краевом, и на российском уровне. И не случайно глава муниципального образования Крымский район и замминистра края присутствовали именно здесь. Я желаю вам успехов, желаю удачи и всего самого доброго. И сегодня, дорогие ребята, поздравляю вас с праздником. Я хочу сказать особые слова благодарности вашим родителям и вашим педагогам, наставникам и классным руководителям. Вы всегда, дорогие, были рядом. Вы всегда заботились о своих детях. И вы сегодня вырастили достойную смену всем нам. Я также желаю вам мира, добра, благополучия и счастья в каждую семью. С праздником, дорогие друзья, с праздником, дорогие выпускники. От имени губернатора Краснодарского края Александра Николая Четкачева, от имени вице-губернатора Краснодарского края Николая Владимировича Бутурлакина, поздравляю вас с праздником последнего звонка. В добрый путь, выпускники. Кубань надеется на вас, ждет от вас новых побед, свершений и покорения новых высот. Радостный и грустный праздник для выпускников «Последний звонок». Радостный потому, что это начало новой взрослой жизни, а грустный ребята прощаются со школой. Из своих ошибок, неудач, веселых перемен и детских забав выпускники шестой школы создали летучий корабль. И со словами «До свидания, школа», частички своего детства они отправили в полет. Теперь со строком детского счастья их соединяют лишь эти воздушные шары да маленькие колокольчики, которые тоже вручили по традиции. Любить свою малую родину, школу и быть ее достойными учениками, так 11-классники напутствовали младшее поколение. Мы вам, уходя, хотели сказать, теперь вам без нас здесь доживать. Будьте не хуже, проверить придем. И хочется верить, прогресс здесь найдем. Не хуже быть мало, быть лучше должны. И школе мы вечно будем верны. Клянемся беречь ее, славить везде, в районе, в крае, во всей стране. Ключевой момент последнего звонка – школьный вальс. Без него не обходится ни одна прощальная линейка. Мы расстаемся сегодня, как будто наверх, с улыбками грусти не прячем. И вот звенит долгожданный последний звонок. Таким он запомнится выпускникам шестой школы. В честь выпускников городской первой школы взлетели в небо над Крымском сотни шаров. В этот воздушный фейерверк каждый воспитанник учебного заведения внес свою лепту. Напустенные слова выпускникам говорил здесь глава города. Дорогие выпускники, хочу пожелать вам достойно выдержать испытания, которые вас ждут совсем скоро. И доказать, что вы являетесь настоящими гражданами нашей великой страны. На вам, Гене, желаю ярких, красочных летних впечатлений. И ждем вас в сентябре в этой замечательной школе. С праздником, дорогие друзья! С ответным словом выступили и одиннадцатиклассники. Они исполнили прощальную песню и, конечно же, школьный вальс. Таким он запомнится ученикам городской первой школы. А это уже школьные линейки в других школах. Городской третьей, в селе экономическом. Здесь тоже прощались с детством и слушали последний звонок. Впереди выпускников – новые испытания, единый государственный экзамен. В этом году они сдают его, как говорится, в прямом эфире. В каждой аудитории установлены по две камеры видеонаблюдения. А за простую шпаргалку им грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. Но ребят это не пугает и не огорчает. Они уверены в своем успехе. А грустят они лишь по своему уходящему детству. Не хочется расставаться со школой. Очень грустно от этого. Мы хотим в взрослую жизнь, но вот этой непосредственности детской, как мы ходили все по школе, друг с другом, но этого уже не будет. И не хочется с этим прощаться. От этого, конечно, очень грустно. С друзьями прощаться жалко. С учителями. Я с ними, ну, через многое с ними прошли. Многое испытали. Было много эмоций. Вообще много всего было. По окончании линеек во всех школах прошли классные часы. Именно там, в последний раз, на последнем школьном уроке, вспоминается все самое сокровенное. Пожелаем удачи всем выпускникам Крымского района. Пусть им повезет и на экзаменах, и в жизни. Марина Андрос, Юлия Алберова, Алина Руденко, Анатолий Мажухин, Владимир Попов, Владислав Соломко. Новости 24 Крымск. В Крымске продолжаются слушания по делу о наводнении. Заседание проводится в здании городского дома культуры, для того, чтобы могли присутствовать как можно больше желающих. Корреспонденты Крымского экрана следят за развитием событий. Все репортажи из зала суда можно в любое время посмотреть в интернете на сайте крымского экрана www.krymsktv.com. А некоторые подробности прямо сейчас. На час ночи ситуация в городе Крымске была стабильной. Какие действия глава города должен был проводить? Продолжается допрос свидетелей в рамках судебного процесса по делу о наводнении в Крымском районе. Обвиняемые, Василий Крутько, Виктор Жданов, ведут себя заметно активнее, задают вопросы. Кстати, оперативного дежурного УЗУНА, от которого во многом зависит их судьба, так и не нашли. Однако на каждый вопрос находится адекватный ответ. Крутько с момента получения первой телеграммы должен был собрать комиссию. Тот факт, что ситуация развивалась стремительно, вновь подтверждают свидетельские показания. Примерно в час ночи, точно время не помню, позвонили на мой мобильный телефон, сидела. Что вы? Сейчас я вам не знаю, что я не знаю. Законно, что с дежурной части. Сообщили, что команда сбора необходимо прибить поддел полиции, так как на территории района молодец. Спустя час уровень воды превышал допустимые пределы. Примерно в 2 часа ночи уровень воды был. Ну, если от асфальта, то примерно метр тридцать. На этот раз на подсудимого Улановского обратили особое внимание. Его супруга Татьяна Улановская дает показания. Владимир Михайлович, когда мы приехали домой, от них, часов в 11, наверное, я шла спать, а потом он меня разбудил, я не знаю, сколько это было времени, он разбудил, искал этот водонепроницаемый костюм. Спрашивают, где он мой водонепроницаемый костюм? Я говорю, да не знаю, он еще там где-то в шифонере. И все, и он ушел искать, и больше я его не видела в эту ночь. Раз или два дозвонила, я спрашиваю, где ты вообще, что там? Говорит, спасаем людей. Такие слухи ходили среди крымчан. Свидетель Улановская их опровергает. Уведомлял ли вы 6 числа Улановский о том, чтобы они спасали свое имущество, так как будут предстоящие наводнения, и вычислился в 20-м территории Крымского посоления? Конечно, не уведомлял, потому что, ну это не голословно, это есть детализация телефонов, переговоров. Однако запомнится этот судебный процесс иной фразой. Я очень сожалею, что у нас законодательство до конца у нас отработано, не чутких развлечений между муниципальными образованиями, районными, городскими, краевыми из этой области. Это очень печально. Хорошо. И то, что ныне... Так, спасибо. На каждом стрелочниках Попус останется на металле. Потому что... Вы меня слышите? Я вас пошли бы до свидания. Юрий Тамразов, Владимир Попов. Новости 24. Крымск. Лучшая невеста года. Кто достоин этого звания, вы узнаете уже совсем скоро. А пока проект крымского экрана продолжается. Героиня же нашего следующего сюжета – творческая личность. Юлия Алберова продолжит тему. На большом воздушном шаре, мандаринового цвета, мы с тобой проводим это лето. Именно эта песня два года назад объединила Маргариту и Павла и стала леть мотивом их совместной жизни. Был такой же яркий, теплый, солнечный денек. Помню, как сейчас. Мы с подружками сидели на берегу речки и болтали ни о чем. И вдруг я услышала знакомую мне песню, которая мне очень нравилась, на большом воздушном шаре. И я стала эту песню мурлыкать себе под нос. А потом пела все громче и громче. И я так увлеклась пением, что когда сзади ко мне подошел парень и погладил меня по плечу, я аж испугалась. Я повернулась на него, посмотрела, и он мне сказал, девушка, вы так замечательно поете. Это моя самая любимая песня. Романтическое знакомство, головокружительное свидание, ощущение безграничного счастья и трогательное предложение руки и сердца Маргарита не сможет забыть никогда. Он мне сделал эту розочку своими руками. Он человек нетворческой профессии, как я, мы очень разные. Эта розочка полностью из бисера. Так как он нетворческий человек, наверное, он долго над ней сидел, пытался, но все равно получилось очень красиво. На этой розочке, на лепестке было обручальное кольцо. И когда я это увидела, я аж растерялась, у меня слезы из глаз потекли. И я не смогла ему сказать нет, и поэтому я ответила да на его предложение. Свадьба Маргариты и Павла состоялась 27 октября 2012 года. У двух творческих людей она просто не могла быть заурядным событием. Когда мы думали о свадьбе, планировали, как эта свадьба пройдет, мы всегда хотели, чтобы играла вместо марша Мандельсона музыки, чтобы всегда играла наша песня, которая нас связала на большом воздушном шагаре. Когда мы выходили из ЗАГСа, нас уже объявили мужем и женой. И мы выходим из ЗАГСа, и начинает громко играть наша музыка. У меня было столько эмоций. Мы начали все вместе ее петь. Это просто было очень необычно. Свадьба была необычна тем, что... Или букет, который невеста кидает, не девушки, а у нас ловили его парни. А по весу, которую кидал жених, ловили девушки. То есть немножко было все наоборот. Ну а в заключении уже нашего праздничного дня, нашего торжества, как обычно у всех салюты в небо выпускают. У нас салютов не было, у нас было очень много, прям много-много шариков. Это было так красиво, они так украли небо. Даже после свадьбы молодожены Совковы не перестают радовать и удивлять друг друга. Даже в повседневные серые будни мы пытаемся их как-то скрасить, что-то изменить. Мы можем как дети выйти и мелками рисовать на асфальте, потому что это тоже весело, это тоже задорно. Можем друг друга изрисовать, какие-то узоры на лице сделать, на спине. И вот в один прекрасный вечер я ему подарила вот такое сердце. Он меня завел в комнату, и в комнате стояло сердце из воздушных шаров, контур сердца. И мы как бы друг друга, вот на расстоянии даже друг друга чувствуем. Он сделал сердце, я сделала сердце. Наша героиня всей душой любит Кубань и свой родной Крымский район. Вот и профессию она выбрала в соответствии с жизненными интересами и увлечениями. Маргарита – хранительница страниц истории в стенах Крымского краеведческого музея. И именно здесь она воплощает всевозможные творческие идеи. Проводит встречи, оформляет выставки и занимается научной работой. Организация и проведение конкурсов – это также часть повседневной работы нашей героини. Но на этот раз, узнав о проекте крымского экрана «Невеста года», Маргарита решила, что пора и ей проявить себя в роли участницы конкурса. И она вступила в борьбу за титул «Невеста года-2012». У меня загорелся в душе огонек. И я твердо для себя решила, что я хочу участвовать и что я буду участвовать. И я хочу выразить огромную благодарность крымскому экрану за то, что они проводят такие конкурсы. Побольше бы было таких конкурсов. Большое спасибо крымскому экрану. Это были главные новости Крымского района. Смотрите нас ежедневно в 19 часов 30 минут. И в любое время на сайте www.krymstv.com И вы будете в курсе всех событий. О погоде на завтра вы узнаете прямо сейчас. Я же прощаюсь с вами до следующей пятницы. Всего вам самого доброго. Удачи во всех начинаниях. Крепкого здоровья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»